Сегодня страна отмечает День защитника Отечества. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1918 году, состоялся первый бой Красной Армии с германскими войсками. 23 февраля принято поздравлять защитников Отечества. Памятную дату отмечает и пограничная служба ФСБ России по Дагестану. На заставе Бильбиль Казмоляр побывал наш корреспондент Камиль Девятов. Ему слово. На границе тучи ходят хмуро. Фраза крылатая, но не совсем подходящая для этой местности. В Юждаге климат мягкий, не суровый. Сама застава находится в Самурском лесу. За колючей проволокой – соседний Азербайджан. На первый взгляд, служба может показаться несложной, но это граница. Здесь легких прогулок просто-напросто не бывает. Южные рубежи страны охраняют профессионалы своего дела, а помогают им в этом местные жители. Юсуф Акимов живет в селе Бильбиль и состоит в отряде добровольных народных дружинников. В основном в летнее время, да, действительно приезжают к нам отдыхающие, посмотреть, посетить Самурский лиан и в лес. Совместно в этот момент, в основном напряженный момент такой летнее время, с сотрудниками пограничной службы, значит, ведем с ними профилитическую работу, чтобы не нарушали пограничный режим на этой территории. На случай в нештатной ситуации на заставе есть тревожная группа быстрого реагирования. Попытка незаконного перехода границы, провоз оружия вмиг пресекаются. Технические средства охраны фиксируют движение. Затем моментально сигнал поступает на заставу. Дежурный поднимает тревогу. Дежурный поднимает тревогу. Дежурный поднимает тревогу. Понял, есть. По легенде, в пограничную зону проник нарушитель. Команда в ружье и на поиски преступника выезжает наряд пограничников. Обнаружены признаки противоправной деятельности. Нарушение государственной границы. Вес нарушителя около 80 килограмм. Размер обуви 40-42. Помимо сотрудников на заставе также служит и разысная овчарка. Незаменимый участник наряда. Собака берет след нарушителя и дело за малым. Догнать, обезвредить и задержать. Наши подразделения выполняют задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Выполняем достаточно эффективно. Так что за последние три года нарушение государственной границы не допущено. Последняя попытка нарушения государственной границы была в 2016 году иностранным гражданином. Данный гражданин, подойдя к нашему рубежу инженерно-технических сооружений, подошел, не смог его преодолеть и был задержан на обратном пути пограничным нарядом. Со своими семьями на заставу приезжают служить многие военнослужащие пограничного управления ФСБ. Жены, дети пограничников всегда рядом. Семья Умаровых живет на заставе. Пока муж на страже рубежей родины, его супруга, как и полагается дагестанке, бережет очаг, хранит тепло в доме, занимается воспитанием сына и двух дочерей. Я живу здесь со своей семьей, со своим мужем, поддерживаю его. Детям здесь нравится. Тут воздух свежий, лес кругом. Праздничный стол 23 февраля в кругу семьи. Дети не отпускают отца ни на минуту. Герой нашего сюжета никогда не сомневался в выборе профессии. И несмотря на тяжелые будни, дома он забывает о всех трудностях службы. По службе, что могу сказать. Не сложно служить, когда семья рядом. Условия благоприятные. Не, я вам скажу, я до этого жил без семьи, семья жила отдельно, короче, как я уже стал здесь старшиной. Я привез семью сюда. И мне, да, с семьей очень легко служить. Общая протяженность государственной границы России составляет 60 932 километра. И сотрудники пограничной службы ФСБ России ежедневно несут тяжелую службу, защищая рубежи родины. Камиль Девятов, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Магарамхенский район. Мы сняли, как он шел. А сейчас мы как...